Приветствую вас! Что-то удерживает вас рядом с этим мужчиной? Вероятнее всего, это страх одиночества, который родом из детства. И, соответственно, разобравшись с его причинами и устранив их, можно будет вам помочь. Понимаете? Мужчина действительно вас не ценит, мужчина действительно похоже вас обманывает. Человек действительно относится к вам не самым лучшим образом, но только потому, что вы ему это позволяете. То есть, проблема не в вас, а в нем. Он позволяет, он ведет себя так, по отношению к вам. Вот. В данном случае и вы, вы, а вы позволяете ему это, по какой-то причине. Вот. Понимаете? То есть, нужно посмотреть, что именно удерживает вас с ним. Вот. И это удерживает вас, ваши желания, ваши сопренности. Вот. Может быть ваши страхи. Вот. И так далее. Понимаете? Вот. То есть, вы ругались за его девушку и попруги, это ревность. Ревность. Ревность, это опять же неуверенность в себе и отсутствие собственной, собственной значимости. Вот. Вот. А отсюда у меня к вам вопрос, соответственно. Вот. Ага. Насколько вы реализованы. Вот. То есть, насколько вы удовлетворены собой, насколько вы удовлетворены своей занятостью. Если вам куда расти, если, если вам куда двигаться самой. И, собственно, как вы видите этого мужчину. Понимаете? То есть, унять боль вы сможете только взяв на себя ответственность за нее. За эту боль. Понимаете? Вот. Потому что боль вам из-за неудовлетворенности, а неудовлетворенность, это же ваша собственная неудовлетворенность. Вот. Понимаете? Так что, дело здесь не в мужчине, а в вас. И в том, чего вы хотите. В этой всей ситуации. Вот. То есть, вот вы пишете, да, что мне нужно его бросить, он меня не любит, не ценит. Я знаю, но мне сейчас так больно, что я даже не знаю, куда следить. Так бросьте его. Если вы, если вы знаете, что нужно его бросить, бросьте его. В чем проблема? Причем, если вам больно и так далее. Какое это отношение имеет к тому, что вам нужно его бросить? Бросьте его. Тогда и больно не будет. Согласны? Нет, не согласна. Потому что боль все равно останется. Но она останет, по крайней мере, меньше. Вот. Потому что вы не будете с ним взаимодействовать. Это первое. И второе, конечно, без коррекции отношения к себе и коррекции отношения к другим. Без коррекции ваших собственных желаний и потребностей. Но так же без работы, может быть, со страхами, следующий мужчина, который у вас появится, будет вести себя с вами, вероятно, так же. Хотя это, безусловно, и не точно. Так, значит, месяц назад я проявил инициативу и помирилась с парнем. Хорошо, вы помирились. Каким выводом вы пришли? Каким решением вы пришли? Примирение без решения, это ничто. Можете не говорить, что у нас странные отношения, я это так знаю. И что? Что вы делаете для того, чтобы они перестали быть странными? В чем они странные? Если странно проявляется в том, что вы не удовлетворены, то в чем вы не удовлетворены конкретно? Мы постоянно ругались за его бывшей девушке и его другим, когда они звонили ему ночью. Опять же, вы, Вика, ругались. Не он, а вы. Ссор не может быть без двух людей. Значит, вы ругались. Почему именно вы ругались? Вот. Он постоянно злится, приколол, говорит, что хочет расстаться. Хотя ни в чем не виноват. Возможно, вы и ни в чем не виноваты. Но если он злится, значит, его это чем-то задевало. И очень важно, как вы на это реагировали. Прошел месяц. Подавчера ему снова позвонили. Он сказал, что сейчас говорить не может. И это выглядело так, как обычно он разговаривает с любовницей. Да, очень похоже. Я задал ему спокойный вопрос. Он снова начал беситься, сказал, что я его бесшу. И сказал, что если не перестану, он уйдет. И ушел только на ночь и уехал на машине. На машине. Так, приехал мне разговаривать последнее время. Сегодня он приехал, не успел зайти в дом. Именно если на телефон приходили смс-ки. Явная переписка, но не в соцсетях. Вот. То есть мы как-то... В общем, здесь вы говорите про него, да? Вы не говорите про себя. Да. Вы знаете, я думаю, что первичное, что вам нужно сделать, это над своими собственными желаниями и чувствами поработать. Что вы чувствуете, что хотите. Вот. Что вам нужно для этого. Ну, то есть, как вы к этому... Как вы этого добиваетесь, да? И что вы делаете для того, чтобы это у вас было. Ну, я имею в виду ваши желания. Знаете? Вот. То есть вы много знаете. Вы знаете, что у вас странные отношения. Вы знаете, что вам нужно бросить, но вы ничего не делаете, чтобы это сделать. Почему? То есть, получается, делая не знание, значит одно. А вот разобраться в своих чувствах, поработать со своими эмоциями, это совсем уже другая история. Поэтому выбирайте себе психолога, если хотите разобраться в этой ситуации и работать именно со своими чувствами, а не с тем, что вы знаете. Вот. Поработайте со своими чувствами, поработайте со своими желаниями, и я полагаю, что... Я полагаю, что история нормализуется постепенно, конечно. Вот. Ну, и вот это вот главное противоречие, да, его тоже раскроете, пожалуйста. Вы говорите, что... Понимаете, что его нужно бросить. Ну, парни. Но вы понимаете, что надо бросить, но... Справите, как унять боль, и... Я даже зачитаю вот еще раз. Я не могу держать все в себе, я знаю, что мне на него бросить. Я знаю, но мне сейчас так больно, что я даже не знаю, куда с себя деть. Так бросьте его. Бросьте его. Бросьте его. Но вы не можете, чтобы вы от него зависимы. Вот. Это очень похожая на зависимость. Поэтому тут вот нужно работать с самооценкой и личными границами и эмоциональным интеллектом. Вашим. Вашим эмоциональным интеллектом. Обращайтесь. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо за просмотр! Удачи.